Мам, я чё вспомнил? Вы с папой нам обещали, что если мы получим по пятёрке сегодня, то вы нам сделаете сюрприз. Да, мам, я тоже помню. Ты обещала, что мы проведём ночь в палатке, если мы получим хорошие отметки. А папа обещал, что закажет нам Макдональдс. Ничего не выполнили? Билли, Кевин, какая палатка, какой Макдональдс? Время 12 часов ночи. Я спать уже вообще-то хочу. Мам, но обещание есть обещание, надо сдерживать. А какая разница, сколько времени? Мы можем ночь в палатке провести, а Макдональдс работает круглосуточно. А я вообще-то своё уже сдержал и по пути с работы заехал за Макдональдсом. Вау, папка, ты лучше всех. А откуда ты знал, что мы пятёрки получим? Ну, я думал, вы всё-таки подготовились, наверное, должны получить пятёрку. Пап, ты лучше всех на свете. Я такой голодный. Давай, зверомама, собираем нашу палатку и наградим питомцев за хорошие оценки. Пап, я уже говорил сегодня, что ты лучше всех. Нет, не говорил. Вот говорю, пап, ты лучше всех. Ну, после мамы, конечно. Ура, у нас будет настоящая крутая ночь в палатке. Дед, главное, чтобы никакие привидения опять к нам не пришли. Я так этого боюсь. Слади, привидения только в твоей голове. Чё там, пап, почти готово? Да, Белёк, заходи. Ну, как тебе тут? Тут супер уютно. Такое ощущение, что я где-то в лесу в палатке, а не дома. А если ещё и свет выключим? Э, вообще-то ничего не видно тут. А вот теперь видно. Приветик, Кевин. О, мам, а это чё такое? А это я заказала вам новые мисочки. Смотрите, какие они классные. И в подарок положили игрушку для котов. Смотри, Билли. Мам, да нет, да нет, да нет, такая классная. Смотри, ты должен её достать вот отсюда. Доставай, она вот тут. Эй, мама, это хитрость. Я её отсюда достать не смогу. Ты же знаешь, тут карман. Эй, Билли, ты вообще-то палатку двигаешь. Мама, ну что ты сделала так спрятала? Оттуда вообще его не достать. Ай, я его чувствую, а достать не могу. Ладно, мам, достань уже. Ладно, давай, Билли, смотри. Эй, мам, пап, мы же про Макдональдс забыли. Хотели покушать. Отдай. Да, давайте уже кушать. Да давайте, давайте. Сейчас только мисочки сделаю. Так, смотрите, какая прелесть. А ещё их можно приклеить к полу. А это вот глазки. Сейчас мы их наклеим. Раз, два. И получилась мини-лягушечка. Вау, мам, как красиво. Ага, прям поражаюсь. Где ты такое находишь? Так, кому положить вкусной картошечке? Ммм, двойной чизбуркир. Это ещё и с двойным сыром. Это же... А чем пахнет? Мам, это не я, честное слово. И не я. Но запах я тоже какой-то чувствую. И очень неприятный. Чем это пахнет? Билли, кажется, я понял, чем пахнет. Я мусор забыл вынести, а там тухлая курица со вчера лежит. А, тот самый пакет, который мама тебя просила ещё утром вынести? Да, тот самый. Ну ты влип. Сейчас я быстро сбегаю и выкину его. Пап, а можно я с тобой схожу? Ну, прогуляюсь. Ну, можно, конечно. Но разве это прогулка? А, ты не на улицу пойдёшь? В мусоропроводу? Конечно. Ну, я всё равно с тобой схожу. Мам, можно я с папой? Ну, Билли, если тебя впечатляют прогулки до мусоропровода, то, пожалуйста, можете и готов взять. Я не против. Фу, ну и вот, даже мне не нравится. Мне сейчас тошнит, Билли. Как можно было забыть выкинуть помойку? Ну, всякое бывает, дел много у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Вилли, кто это? Я не знаю, пап. Ты видел это? Почему она так резко убежала? Я не знаю. Она же с мешком, она хотела выкинуть мусор. Может, это какая-нибудь старая бабушка? Она просто испугалась, что кто-то заберётся в её квартиру, например. Ладно, Билли, пойдём домой. Наверное, это просто какая-то бабушка. Билли, это что, Муму была? Не знаю, пап. Она вернулась. Надо срочно сказать маме. Ты слышишь? Давай, ну всё равно. Что, она может туда выйти, Билли? Не знаю, пап. Бежим скорее на этаж, ниже. Мы успеем перехватить. Назад. Она шла с мешком, пап. Быстрее, открывай. Быстрее, быстрее. Походу, шутит. Поймал? Да. Благо, опыт у нас большой. По выживанию в подъезде. И такие вещи мы ловить умеем. Давай посмотрим, что там, пап. А это не опасно? Это же Муму. Ладно, давай лучше домой отнесём. Мы там посмотрим. А то вдруг она сейчас придёт. Подожди, Билли. А с тобой дверь закрыли? Дверь не закрывали. Давай скорее домой, пап. А если она внутри? Там же мама, пап. Ну где вы так долго были, Миш? Зая, Зая. Смотри, что в мусоропроводе сбили и поймали. Да, пап, покажи ей, покажи. Вы бы ещё подольше мусор выкидывали бы. Я что-то задремала. Чего вы в мусоропроводе поймали? Я не хочу рыться в чужой помойке. Я это делаю только, когда мы выживаем в подъезде. Фу, зачем мне этот мешок? Зая, походу, Момо вернулась. Мы встретили её в подъезде. Это точно была она. Она убежала и выкинула что-то в помойку. А мы успели перехватить с другого этажа. Думаю, здесь что-то интересное. Это мешок Момо, мама. Зая, ну Момо не существует. Мы вроде с ней распрощались ещё на даче. Почему я должна всё время рыться в какой-то помойке? Включи свет, если хочешь, чтобы мы посмотрели что-то. Ну и что тут может быть интересного? Ну что это? Пейджер? Звербапа, я не знаю, что это. Слушай, походу, это прослушивающее устройство. Ты думаешь? Очень похоже. Я просто даже понятия не имею, как они выглядят. А это что? Пульт диспансионного контроля. Мне кажется, это и есть пульт от этой прослушки. Чтобы подключиться к ней и через него вести всякие записи и слушать разговоры. Видишь, тут даже динамик есть. Он что, открывается? Смотри, зая. Стрелочка вверх и стрелочка вбок. Как будто чем-то можно управлять. Это как будто бы пульт от камеры слежения. Звербапа, у тебя что, паранойя? Кто за нами будет следить и главное зачем? Ещё и камеру в нашем доме каким-то образом поставим. Не выдумывай. Ладно, давай посмотрим дальше и пойдёмте спать. Я что-то сегодня так устала. А это что? Блядь, какой-то мини-монитор. Просто набор непонятных вещей, которых вы поймали в мусорке. Я согласна, что это не тот мусор, который обычно выкидывают каждый день. Но я никакой связи с мамой не вижу. Как не видишь, мам? Мы вот её видели. Честно, честно. Коробочка какая-то. Цели 2024. И кусок какой-то шерсти, приклеенный на скотч. Зверопапа, а принеси-ка мне Кевина. Что-то я вот когда глажу эти шерстинки, очень похоже на его шерсть. Надо провести идентификацию. За это его шерсть. Откуда она у неё? Она что, была в нашей квартире? Пап, кто она? Вы что-то мне объясните, отпусти меня. Кевин, походу с нами была Момо. Где была Момо? И следила за нами. У неё куча шпионского оборудования, которое она хотела выкинуть, чтобы избавиться от улик. Пап, круто мы с тобой всё распознали, да? Да круто, Билли. Только вот, ты можешь себе вообще представить, что какое-то время за нами следили? Нет, пап, не могу. Фольга. Фу, зверопапа, что за мерзость? Засохшая сосиска? Что это? Я даже в руки это брать не хочу. Какой-то нарощенный ноготь, похожий как раз на ноготь Момо, надетый на сосиску? Это для чего? У меня не складывается пазл. Пакетик каких-то трав, похожий на кошачью мяту. Сверопапа, смотри. Профессиональная мини-отмычка и мини-отвёртка для того, чтобы вскрыть замок. У нас же суперкрутая дверь стоит, её невозможно взломать. Только специальным оборудованием. Всё, кажется, это всё. Давайте подумаем, если сложить всё, что у нас получилось, то Момо за нами следила. Следила для того, чтобы узнать, когда нас не будет дома и проникнуть к нам в квартиру. Проникнуть к нам в квартиру она хотела с одной целью. Кот Кевин. Когда бы она проникла к нам в квартиру, чтобы забрать кота Кевина, ей сначала нужно ввести его в гипноз. Она это сделает с помощью кошачьей мяты. Потому что Кевин обожает и валерьянку, и кошачью мяту. А так как у нас есть собака, которая всё время орёт и не любит гостей, собаке она даст сосиску. И за то время, пока Билли будет есть эту огромную сосиску, она устоит взять кота Кевина. Это ужасно. Только я понимаю одного. Зачем ей кот Кевин? Ей нужен кот Кевин, потому что это не Мумо. Мумо, то бишь мама Экзе, она осталась там, в том заброшенном доме у нас на даче. Под маской Мумо скрывается тот, кто хочет заполучить кота Кевина. Кто это может быть? Может это Зоя? Какая Зоя, пап? Та, что родная мама Кевина и периодически хочет нас возобрать. Потом забывает и приходит снова. Ты думаешь, она могла вернуться, папа? Она же вроде бы в селе живет. Она как раз возвращается раз в несколько лет. Два в три года. Возможно, это действительно... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова